С начала прививочной кампании от коронавируса жительница Самары Нина Липатова приходит в процедурный кабинет каждые полгода. 80-летняя женщина тщательно следит за своим здоровьем. Сегодня она в очередной раз сделала прививку от коронавируса. На этот раз обошлось без уколов. Ой, горло попало. Горлышко, да, так и должно быть. Все. Все в порядке? Да, в порядке. Назальные, ну попробовать все надо. Вакцина. Первая была эпивак корона, вторая лайф. Вот это третья назальная. Вот хочу все проверить, как это все испытать. Что это такое, лучше, хуже. В медицинские учреждения Самарской области поступила интраназальная вакцина от коронавируса. 24 тысячи специальных насадок-распылителей для назальной вакцинации. Пациентам вводят препарат не внутримышечно, а закапывают в нос. Провалилась? Провалилась. Все говорят сладенько. Сладенько, да. Все. Два часа не пить, не есть. Важно соблюдать условия, при которых назальная вакцинация будет эффективна. У человека не должно быть проявлений простудных заболеваний, в частности насморка, заложенности носа, аллергических реакций. Процедура безболезненная. Единственное предупреждение – в течение двух часов после введения назальной вакцины нельзя курить, принимать пищу и жидкости. При вакцинации назальным способом вакцина выпадает сразу в носоглотку по пути проникновения вируса в организм. Это позволяет выработать местный иммунитет. При простудных заболеваниях необходимо сначала выздороветь и прививку сделать через неделю после восстановления. При обострении хронических заболеваний рекомендуется переждать острый период и пройти вакцинацию через две недели. Возможность пройти назальную вакцинацию есть у каждого жителя Самарской области при отсутствии противопоказаний врачей. При этом пациента могут выбрать – прививаться через нос или внутримышечно, как раньше. В Самарской области работает более двухсот пунктов вакцинации. Процедурные кабинеты в поликлиниках работают с восьми утра и до восьми вечера, без выходных и праздничных дней. Период наблюдения остается тем же. То есть в течение пяти дней пациент как бы остается под наблюдением и измеряет температуру тела, следит за своим состоянием. При этом же способе введения вакцины интраназально. Опыт у нас небольшой, но все пациенты, которые выбрали способ введения интраназально, отмечают хороший эффект и без осложнения. На сегодняшний день в Самарском регионе ревакцинацию от COVID-19 прошли 670 тысяч человек. Кроме того, почти 90 тысяч жителей области сделали прививки от гриппа. Светлана Тимофеева, События.